Друзья, всем привет! Что же, наконец-то дошли руки до этого видеоролика, именно оптимизации HyperOS. Многие жалуются на то, что заряда не хватает аппаратам на новой прошивке, а также что отсутствует, ну, какое-то вообще, в принципе, нормальное понимание оптимизации у смартфона Xiaomi. И потому в этом видеоролике, и таком длинном, наверное, видеоролике, мы будем пытаться исправлять все эти проблемы. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Как я уже вначале сказал, видео будет достаточно длинным. Я решил не разбивать его там на одну часть, на две, на три части, для того, чтобы, как бы, все уместить в одном видео. И чтобы вам было, в первую очередь, удобно пользоваться этой настройкой. Я не буду особо останавливаться, что данная, как бы, настройка и, в принципе, действие для какого-то конкретного аппарата, это подойдет для любого смартфона под управлением оболочки HyperOS. И сегодня, кстати, в видео у нас подопытным выступает Poco F6. Что же, давайте начинать с первого такого важного пункта, который влияет на оптимизацию и, в принципе, работоспособность устройства. Это раздел обновления компонентов. Наверное, все вы помните историю, когда пришло обновление шторки на смартфоны Xiaomi на MIUI 14, и там случилась проблема с окирпичиванием устройства. Ну, вернее, как оно просто, обратно в систему не запускалось. И для того, чтобы вам обновления компонентов не прилетали, и если вы их не хотите устанавливать, я вам, в первую очередь, рекомендую нажать вверху на три точки. Далее вы выбираете обновление компонентов. Тут автоматическое обновление выбираете не обновлять. Если вы хотите что-то себе поставить дополнительно, хотите почитать информацию о том или ином обновлении, или же, в принципе, узнать отзывы о нем, то рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал. Там мы выкладываем актуальные обновления для стоковых приложений, которых нет через вот это меню. И там, в принципе, вы также можете ознакомиться с мнением других людей касательно этого вопроса. Следующее, что нас также с вами будет интересовать в плане оптимизации, это другие способы подключения. Также, как бы, эти опции могут влиять на работоспособность вашего устройства. Во-первых, вы не хотите, допустим, как бы тратить зарядку впустую, то сразу рекомендую вам отключить раздел Mishare. Вот здесь данная функция находится, вы ее смело можете отрубить. Также еще в этом разделе рекомендую вам обратить внимание на раздел печаль. А именно системная служба печать. Ее, в принципе, также можно заморозить и отключить. Но если у вас оно есть, то вы также можете вручную все это дело провернуть. И, конечно же, Mi Home тоже вам рекомендую отрубить. В целом, по данному разделу это и все, что можно было бы такого тут понаотключать. А к частному DNS серверу мы еще с вами вернемся. Потому что в рамках этого видео у нас еще будет раздел под названием отключение рекламы в HyperOS. Следующий раздел, который нас заинтересует с вами в плане оптимизации, это отпечатки данной лица и защита устройства. Что нас будет интересовать здесь в первую очередь? Конечно же, это раздел конфиденциальность. И, в частности, я вам рекомендую обратить свое внимание на вот эти опции. Участвовать в программе улучшения качества, рекламные службы, использование диагностика. Это вы все смело отрубаете, потому что вам оно не нужно, да и вашему аппарату тоже. Потому что оно в фоне может поджирать информацию, может поджирать все возможные килобайты, гигабайты, отправлять данные на сервера китайцев, ну и, соответственно, работать несколько в фоне. Что будет напрямую влиять на автономность вашего устройства. Плюс еще рекомендую вам обратить внимание на раздел дополнительной настройки безопасности. В частности, это агенты доверия. Тут была такая опция, как Smart Lock. Что она позволяла сделать? Привязывать условно там какой-нибудь Mi Band, и когда он находился на рабочем расстоянии, можно было с помощью него разблокировать устройство. Также данная тема работает в фоне. Если вы не пользуетесь этим в плане Mi Band и прочей носимой техники, рекомендую вам смело данную опцию отрубить, ну и несколько сохранить как бы-то работоспособность вашего устройства. Также еще от себя рекомендую зайти в раздел доступ к личным данным, который также находится в этом разделе. И тут нас будут интересовать всего лишь два таких приложения. Это MSI и MIUI System Daemon. И да, тут получается нужно подключиться к Wi-Fi для того, чтобы как бы это все провернуть. Но имейте в виду, что там, когда вы отключаете данные два ползуночка, 10 секунд ожидаете, сначала отрубаете один и второй, как собственно показано сейчас у вас на экране. Это напрямую будет влиять у нас на получение рекламы на нашем устройстве. Но как я уже сказал, что к самой рекламе, к ее отключению, мы вернемся с вами чуть попозже. Ну а мы с вами перемещаемся далее. Нам потребуется раздел под названием приложение. И тут что нас с вами будет интересовать? Это конечно же разрешение. Первое это автозапуск в фоновом режиме. И тут вы можете заметить, что довольно-таки странное количество приложений находится. В частности, зачем мне заметки в фоне, зачем мне часы в фоне карусель и календарь? Вы это все можете смело отрубать. Потому что оно также висит в фоне и поджирает вашу батарею. Допустим, тот же Google кошелек можно оставить. Но опять же, я также не вижу смысла в том, чтобы давать ему доступ к автозапуску. Но, ну как бы то, для успешной и быстрой оплаты, пускай он будет. Вверху еще вы можете нажать на три точки и показать системные приложения. И вот тут у вас должна быть одна камера. Объясню почему. Потому что сейчас так это все настроено, что разработчики решили сделать финт ушами. Для того, чтобы приложение камеры максимально быстро запускалось. И чтобы мы могли к ней быстро перейти. И в самих настройках камеры как бы на этом сделан также определенный акцент. Так что лично от себя рекомендую камеру не убирать из автозапуска. Если там всевозможные какие-то другие левые приложухи находятся в автозапуске. Как я уже сказал, смело их можете вырубать. Еще в разделе разрешения нас интересует, конечно же, разрешение приложений. В частности, это приложение, которое касается у нас местоположения. Потому что, допустим, вы можете забыть его выключить. И в фоне у вас будет твориться прям полная анархия и полный хаос. И также заряд батареи у вас будет расходоваться. Потому сразу, как только вы перешли в раздел местоположения, вверху нажимаем на три точки. Выбираем показать системные приложения. И тут куча всего у нас находится. Также сразу хочу вам сказать, не все приложения можно отсюда убрать. Допустим, вот геоданные из нескольких источников. То есть у нас заблокирована возможность убрать. Так же, как и настройка устройства Android. Ну, опять же, мы выбираем запретить и все. У нас оно отсюда улетает. Там поиск устройства. Также можно запретить ему доступ к местоположению. Чтобы постоянно было. Ну и тому подобное. И вы далее смотрите, какие приложения можно убрать. И оставляете лишь только те, которые, ну, в принципе, нельзя убрать никак. То есть, когда у них просто, вот, допустим, там тот же Android Auto. Хотя с Android Auto это я поспешил. Допустим, вот как приложение настройки. Мы не можем ему тут ничего сделать. Поэтому, как-то так, данная система в плане разрешений будет работать. Ну, а мы с вами перемещаемся далее. Это теперь раздел Google, который у нас находится в главных настройках. Вы на него нажимаете. И далее, что нас с вами будет интересовать. Сразу вверху нажимаем на три точки. И тут у нас будет раздел использования и диагностика. Его сходу отключаем. Потому что зараза очень такая плохая. Сидит в фоне. И постоянно вызывает разряд вашего устройства. Следующий раздел, который также нас с вами заинтересует, это устройство и обмен данными. Допустим, вот устройство. Мы с вами сюда заходим и убираем искать устройство рядом. Потому что, в принципе, нам это с вами не нужно. Ну, для тех, кто этим не пользуется. Еще есть такой маленький подраздел, который называется как персонализация с учетом общих данных. То есть, когда приложения Google могут использовать данные на нашем устройстве, чтобы сделать Android еще лучше. Но, опять же, зачем нам помогать делать Android еще лучше на основе каких-то наших персональных данных. И в этом разделе мы также смело все отрубаем. И по разделу Google, в принципе, это и все, что я мог бы отметить из такого сверхкатастрофичного. Потому что, как бы, с особым фанатизмом можно подключать все, что угодно. Да и, в принципе, все подряд можно подключать. Но я, честно, не вижу смысла в этом. Потому как только лишь самое главное, самое нужное, что нужно отключить, я вам демонстрирую в этом видео. Дальше мы с вами переходим к настройке оптимизации клавиатуры. Потому что, казалось бы, обычная клавиатура, но она также в фоне у нас сидит и поджирает данные. Что у нас оно такое? Мы с вами заходим в расширенные настройки. Далее с вами идем в раздел язык и регион и управление клавиатурами. Далее с вами мы нажимаем на Gboard. И дальше нас с вами будет интересовать раздел под названием конфиденциальность. И тут очень много интересных таких подпунктов, которые по умолчанию у вас могут быть активированы. В частности, отправлять статистику. Мы это с вами вырубаем. Персонализировать для нас также вырубаем. Улучшение для всех также самоотключаем. И отправка аудиосообщений. Но оно у меня деактивировано. И в принципе тут как бы ничего такого мы с вами не можем сделать. По голосовому вводу. Также смотрите, если вы им не пользуетесь. И также не хотите, чтобы там какие-то ваши фразы и данные переносились на сервера Google. Вы это смело отключаете. И больше к этому не возвращаетесь. И не заморачивайтесь. И не думайте, что там за вами кто-то может следить. По Google клавиатуре разобрались. Теперь сам раздел местоположения. Тут кстати очень много интересных таких опций. Которые мы с вами можем обойти стороной. И о которых многие даже не задумываются. Давайте начнем с того, что если вы не пользуетесь в принципе местоположением его активации. Вы его отключаете. Потому что в фоне оно очень сильно влияет на батарею. Далее. Нас с вами интересует раздел передачи геоданных оператору связи. Также я вам рекомендую это отключать. Далее доступ к приложению к геоданным. Это то, что мы с вами делали и отключали в предыдущих разделах. То есть через приложение вы можете зайти. Разрешение приложением выставить. И на этом все. И тут у нас еще кроется такой раздел как сервисы геолокации. Тоже такой очень хитрый и скрытный раздел. Тут хочу обратить ваше внимание на поиск сетей Wi-Fi. Это сразу отключаем, потому что в фоне очень сильно садит нашу батарею. И конечно же обратите внимание на поиск устройств Bluetooth. Аналогично как и с Wi-Fi будет высаживать батарею на нашем устройстве. Если вы этим не пользуетесь, смело вы отрубаете. И еще по данному разделу первый у нас геолокация Google. Также если вы особо не пользуетесь местоположением. И вам не нужно, чтобы устройство определяло более точное местоположение. Также смело отключаете и наслаждаетесь жизнью. В плане улучшенной оптимизации и автономности вашего устройства. И у нас еще с вами остается немножко разделов, о которых также хотел бы вам рассказать. Еще в плане оптимизации могу отметить сортировку и компоновку шторки. То есть вы ее открыли, внизу нажимаете изменить. И далее вы можете удалять вот эти настройки. Что имеется ввиду? Для того, чтобы улучшить открытие шторки, я вам рекомендую оставлять лишь только те быстрые настройки, в которых вы реально нуждаетесь. Потому что если у вас тут будет полный хлам и бардак, то шторка будет виснуть, устройство будет виснуть, ну и тому подобное. То есть вы для себя выбираете то, что вам реально необходимо, оставляете. И после чего, как бы, пользуетесь своим смартфоном и наслаждаетесь его, назовем это так, безлаговостью. Ну и самое вкусное я ставил, конечно же, напоследок. Это как отключить рекламу. Ее можно отключить двумя способами. Первый способ полностью ее прибить абсолютно везде. Второй способ это лазить по приложениям и отключать непосредственно показ рекомендаций. Первый способ, он у нас очень простой. Вы заходите в настройки, другие способы подключения. Далее частный DNS сервер. Дальше вы выбираете имя хоста, пользовательское имя. И тут вы на английском вводите dns.adguard.com. Вот таким образом у вас должно быть это написано. Сразу хочу отметить, что в некоторых ситуациях данный сервер может лагать. И у вас может пропадать интернет. Опять же, есть такая особенность, есть такой, ну, моментик, о котором стоит помнить. Если вас, как бы, данная тема не устраивает с этим DNS сервером, то что нам с вами необходимо будет выполнять в плане второго варианта, принудительное отключение рекламы. Вот, кстати, как вы сейчас ее можете наблюдать. Мы с вами заходим там, ну, в большинство стоковых приложений, выбираем настройки приложения. И вот тут получать рекомендации. Сходу мы вырубаем. Кроме этого, у нас еще в этих разделах находятся дополнительные подразделы, такие как настройка очистки. Тут у нас есть рекомендации. Дальше, по-моему, в УСК нет. Ускорения у нас такие здесь нет. В передаче тоже нет. В антиспаме тоже нет. Управление питания чисто. И антивирус также чисто. То есть тут, как видите, в приложении безопасность в целом и в общем даже нечего поклацать. Многие отмечали, что в темах есть реклама. И да, это действительно так. Но мы с вами также можем перейти в профиль, нажать на настройки, показывать рекламу с вами, убираем. И, в принципе, это и все. И главное, чтобы еще персональные рекомендации у вас не проявлялись. Итак, вы в целом заходите в каждое стоковое приложение и с ним пытаетесь так поиграться. Так что в целом и общем, данная инструкция должна вам помочь несколько улучшить HyperOS. Но также стоит понимать, что большую часть работы в плане улучшения работы оболочки HyperOS, конечно же, на стороне разработчиков. Мы своими действиями можем там какие-нибудь разделчики подключать, что-то там поулучать и тому подобное. Но в большей мере, конечно же, полагаемся на саму компанию. Также в планах у меня есть еще интересные моменты и нюансы в плане того, как можно улучшить смартфоны Xiaomi в плане удаления заморозки приложений. Хочу вам напомнить, в принципе, о такой истории. Потому не забудьте подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать актуальные видео с этого канала. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok